Всем привет! С вами Фрост и Александр. Всем привет! Найс, Александр Парниша. И сегодня мы с вами будем... Интрига никакой нет. В названии все написано. Мы будем есть собачью еду. И кошачью еду. У нас с вами очень сложная система выбора, кто что будет кушать. У нас есть классический дырпон. На каждом стаканчике есть свой номер. Каждому номеру соответствует цифра. Каждый цифр соответствует один из этих продуктов. По принципу бирпунга мы кидаем мячики. Мячик попадает в стаканчик. И, соответственно, там написано какое-то задание. По принципу спорта. Поедание какой-то херни. Короче, всякая дичь там написана. И собрали трэш, спорт. И все вместе туда. И если человек выполняет задание, то его, как говорится, друг-враг сват ест какую-то еду, которая была под этим номером. Если не выполняет или отказывается от выполнения, то делает поедание продукта сам. Короче, ест сам. Только одно уточнение. В бирпунге не будет пива. Нет, там только задание. Что, братишка? Сейчас охуенно тебе сделаем. Охуенно тебе сделаем? Давай, кто первый? Цу-е-фа давай. У нас вот прям такое противостояние. Знаешь, белый, черный и не янь. Давай. Цу-е-фа. 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 Так, это значит... Это значит, я первый не хочу. Это значит, ты первый. Нет. Кто вы... А, ну хочешь, могу я быть первым. Кто-то выбирает. Давай, я... У тебя вот знаешь, я всех больше хочу попробовать собачьи печенье. Вот я думаю, оно будет вкусное. Там есть собачий шоколад, который, кстати говоря, собакам лучше не давать. Ну че, братишки? Сейчас я тебе охуенно что-нибудь видел. Ну давай, давай. Охуенно давай. Оп. Ну, слушай, в самом серьезе практически. А там у нас задание. Номер пять. Это пиво. В смысле? Ну это изи. Чего, отжимание на одной руке? Отжимание на одной руке. Так, это какое-то тут пошло. Почему спорт? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Даже можно. Вот так вот. Ну че, Сань? А я и рад этому. Вы думаете, что я здесь сейчас в прыгравших, но нет, я победитель. Пошел пить пиво. Ох, как не хочется этого делать. Прям так не хочется. Цифра пять. Это... Я иду бухать. Вахенвазен. Крафтовое пиво для собак на основе печени. Ага, конечно. Мне показалось, если ты наверху сказал то, что оно на основе печени. Не менее 83% печени. Консерванты, пищевая ценность и все дела. Мне пахнет, знаете... В общем, это безалкогольное. Пиво, естественно. Там просто печень. Ну, короче, я пробовал хуй-то. Но, на самом деле, это пахнет пивом, я удивлен. Это реально. Я истакану по... Это пахнет пивом. Блядь, это пахнет конским навозом с печенью. За вас. Оно негазированное, во-первых. Ну, потому что собаки не пьют газированное. На вкус будто, знаете, вот негазированный квац разбавили водой и еще туда что-то вот... Какой-то... Печенка. Какого-то такого корма, да, туда. Надеюсь, я не превращусь в собаку. А что эти все скажут, что это стоит 200 рублей? Не, ну, неплохо, как бы пить можно. Так, я хочу собачий шоколад. Ну и что же там? Так, во-первых, номер двенадцатый. Смотрим задание на бутылках. Я дальше просто даже разворачивать не хочу. Что там в задании на бутылках? А, на бутылках отжимания? А это как? Две бутылки неизвестной марки. Нужно вот так вот встать на них и отжаться. Хотя бы один раз. Будь осторожней с кистями и с коленками. Я просто боялся, я сейчас они, блядь, ебальником просто вниз. Не больше, я всех больше боялся. Я бы кистью ударился просто. Это не так страшно. Главное, не пробуйте на полупустых бутылках, они складываются. Только не шоколад прошу вас. Шаурмен. Консерва? Кошачья. Кошачья азу, классическая с говядиной. Херня. Консервы гусарские, кошачьи. Шаурмен. Видимо, из котов тоже сделано, шаурмен. Ужасно это вот это. Ну слушай, ну так это желатин, это желе или это жир? Я не знаю, что. А не, ну выглядит как молодец. Я ненавижу, блядь, холодец. Ну вот поэтому он так и выглядит. Ой, ну пахнет весьма, весьма нечеловеческой едой. Пахнет, пахнет кошачьими заменителями вот этими. Ну то давай, попробуй. Мяу. Господи, слушай, нам уже не скорую, а ветеринаров только надо будет вызывать. Короче, желе похоже на классический вот это у ебанки холодец. Отличий не вижу. Что родственники едят на день рождения, что вот это одинаковая херня. Мясо, соевая херня, внутри которой мелкие хрящики, они какие-то хрустят, они мерзкие и не жуются. Что это, какие-то маленькие, как будто зубы покрошенные. Я не знаю, зубы крыса может быть, я не знаю, что это. Ну что, тебе, короче, не понравилось? Ну, короче, так себе. Наспор, конечно, сажать можно, но это не соленая вообще, мерзкая трава. Так, если какие-то коты сейчас смотрят это видео, знаете, это не та тема. Не то. Не пробуйте, пока. Сейчас, братишка, охуенно будет. Смотри. 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 А, красиво положил, да? Номер. Номер. Да ё-моё, остатки сладкие, выпей чай вместе с заваркой. Да это тебе в радость. Цифра один. Ой, вот это самое мерзкое, ненавижу, когда рвется. Если пакетик в чай порвался, чай выбрасывается, по-моему. Щекотит горло. И попил, и поел. Не жуйте за варку, и зубы чернеют. Зеленый можно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Тьфу, это паштет? Собачий паштет. Мы сейчас попробовали кошачью вот эту залупу, и попробовать приблаженную собачью еду. Собаки должны разбираться вместе. Не то, что эти коты. Может быть, они в рыбе шарят, но собаки шарят вместе, еб-то. На самом деле ничего страшного в составе курицы, индейка, мясо, птицы, суппродукты, растительное масло, натуральное добавок. Короче, от обычного паштета, видимо, отличается тем, что тут нет каких-то солей, добавочек. Я хочу нарезочку, а как Саня такой, ну ничего страшного, а потом... Пахнет вроде как обычный паштет. Я, конечно, в них не разбираюсь, но мне кажется, это плюс-минус так же. Так, но если я столько намазываю, это не означает, что я столько съем. И пахнет вот обычно, как обычный человеческий паштет. Плюс у меня китайский шаристый. Ну я просто печенку, вот любил бы я бы печенку, это был бы просто обычный паштет. Никакой бы разницы между собачьей и человеческой. Ну просто соли добавить и витамины С. Солить, поперчить, помайонезить. Да. Так, Саня мастер пива, хмельной мастер. Ай, красиво залетел. Задание. Лежа на животе, встать руками за спиной. Лежа, ну, звучит как бы, не знаю, я так не пробовал, звучит вроде несложно. А номер, если что, восьмерочка, либо бесконечность. Так, все, и мне как угодно можно сказать. Все, вы задержаны по подозрению в поедании собачьей еды, барный в пол. Разворачиваться, то есть я все что угодно, да, я делаю? Ну, в теории, да. Вот из такого положения. Сидят, спитушенный поступок свежий швел. Я не говорю, это легко, как слишком. Ну ладно. О, я тоже это хочу, я тоже это хочу. Уже, 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 всего. Я пытался выбирать то, что жуется, я надеюсь, эта штука жуется. Она вроде бы мягенькая такая, на ощупь. Вроде как, похоже на человеческие вот эти закуски пиваса, вот прям вот один в один. Нарезочка из ягненок. В составе у нас мясо ягненок, субпродукты, куда же без них растительного происхождения. И минералы не являются полноценным кормом. Всегда приедет наличие свежей воды в миске вашего питомца. Пахнет весьма даже солененько, немного. Просто вот как кальмары какие-то, только мясные. Хуй, да не знаю, это не так плохо. Ну, короче, это какая-то закуска, вот, не знаю, бате посолить, дать пиво, он не замять, скажешь, не мать, полосать их желудок вкусный стал. Есть можно. Я думаю, она реально будет как, типа, рыбка такая. У нас лотковатая какая-то, у нее сладкий привкус и немного мерзкие, отдаленные, конечно, печенку есть. Изо рта воняет мясо. Это вот суп-продукты, вот эти, наверное, все, они ведь во всем есть, мне кажется. Ну, слушай, он такой сладенький. Короче, это больше, она больше вкусная, чем невкусная. То есть это околонейтрально, но мне даже нравится. Но мне не понравилось по инсистенции. Я такое не люблю. Цифра три. А задание лежа на спине, встать с бутылкой на голове. Уронил, проиграл. Обычно это делать с лодкой кашкой, а у нас тут полторашки пятихи. Главное, чтобы она была впита, с целой хер встанешь. Ага, бля. Ага, бля. Ижи. Бля, реально получается. Тупо изи. А что? А что? А что? Это биф говядер. Звучит как балдеж. Написано? Без сахара. Пойдемте пробовать мясные колбаски. Звучит аппетитно. Мясные стики. Я надеюсь, их получится вкусить. Они вроде мягенькие, такие прям хорошие, нежные. Где состав? Мясо и продукты животного происхождения. Как бы 90% из которых 29 говядин. И мировые. Типрик, давай. Ну, слушай, я думаю, целую тут не надо идти. Ну, она больше. Ну, половиночку. Ну, да, половиночку. Пахнет что-то около шашлычка. Не, знаешь, типа, первое, что бьет в нос, это аммиак. Вот по базарку похоже на кошачью мочу. Опять это печенка. Она везде, да. Так, без половинку я, короче, съел. Можешь попробовать? Нет. Я тоже. Номер 18. Джеки Чан, здоровый человек. Тоби пизда. Что это такое вообще? Короче, это одно из самых сложных заданий здесь. Я же говорю, около спорта вот везде. Бля, я вообще, я даже не пробовал. Это никогда. Руками из-за головы, то есть ты как бы мостиком себя толкаешь. Бля, у меня ног нахо свело. Бля, да это сложно. И вот так так и делается. Это даже очки действительно нормальные. Дискриминация везде. Ну ничего страшного. Мясной деликатес. В общем, кстати, довольно дорогая колбаса, она стоит. Можно человеческую купить за эту сумму. Там порядка 300 рублей. Для собак крупных и средних пород. Ну это я нормально. С рубцом. Это желудок коровы. Очень, ну крайне вонючая, но крайне полезная. Когда снежок эту херню ест, я уезжаю из дома на неделю. Самое печальное то, что здесь есть рубец. Так бы может быть и ничего страшного. Я думаю, то, что все-таки кошачья дата, она выглядит как какая-то ливерная колбаса, что ли, как паштет. Слушай, опять печенка просто пахнет. Каждый день я что-то... Субпродукты свиные, а собаки же не едят свинину. Так, ну что, я пробую. Это опять чем-то смахивать на паштет. Он, говоришь, воняет, да? Должен жестко вонять. Ну, по крайней мере, сырой точно. Сухой бы не так воняет, но тоже мерзкая херня. Но мы бы его не разжевали, сухой рубец. Ну, типа она пахнет без обиды, потому что она вкусная. У меня снежок будет дожирать-то потом все. Тупо печеночное поебеть, как обычно. Ох, собаки, что ж вы с нами делаете? Ну, что, давай. Вот ты сейчас своего вот школьного Джеки Чана, вот если он там... Цифра, блядь, а 6 это или 9? Я думаю, ты сам можешь выбрать шестерку. Ну, по сути, да. Я выбираю шестерку. Австралийский алкаш. Это легендарное задание, которое мы первый раз использовали в своих 70 лером на джинге. Это... Ну, а в Австралии как бы все наоборот. И алкаши пьют как бы стоя на руках, как бы вот. Че, погнали? Че делали? Блядь, а как пить пиво? Блядь, мне половина в нос затекло. Цифра. Эй, стих тоже, блядь, кошачьи эти. Ммм, опять котики. Хорошо, что я не девятку выбрал. Тетто, топ-куалити твит. А то Саня бы кушал бы этот... Зефир. Чарляти. Подушечки для кошаков. Так, ну ладно. Пахнет как обычный кошачий корм. На вкус как будто ешь какое-то сушеное сено. А послевкусие такое. Вот, разжуй и дай всему этому впитаться. А когда ты ешь, это нормально. А вот когда ты перестаешь... Это похоже на типичный кошачий корм сухой. Вот я пробовал когда-то. Кто не пробовал кошачий корм, в комментариях отпишитесь. Мы вас пристыдим. В смысле вы не пробовали кошачий корм в стране с рекордным содержанием котов. Голодные времена. У кота отобрать сухарики цветой же. Ага. Это шесть или девять? Теперь это девять. Теперь это девять? А, съесть банку огурцов за минуту? Нет, это больше похоже на шестерку. Ну, теперь это девятка. Ну, теперь девятка. Но мне надо съесть банку огурцов за минуту. А, ну банку огурцов. Мы так едим. Зачем еще? Несите, пожалуйста, блюда в студию. Садись и закрой глаза. Ну, я на хорнишонечки рассчитываю. На маленькую паковку. Потому что если ты купил большую банку, в этом же смысла не будет. Открывай. А куда такая большая эта за минуту? Я даже не знаю, стоит ли мне пробовать. А там что на девятке, скажите, там какой блюдо лежит? Да я... Я смысл, я нажрусь огурцов, за минуту я это не съем. А так как я это не выполню, мне потом еще либо собачью, либо кошачью еду. Если сравнивать с за и против, легче сразу отказаться от огурцов и перейти к сладенькому. Вот так вот, ребятки, бесконцентная составила. Сука, это мармелад кошачий. Ну как это? Я тоже хотел попробовать. С кошачьей мятой. С кошачьей мятой. Я буду сейчас... Трифовать сейчас будешь. Сейчас закину, пойду нежиться на солнышке. Хоть должен был есть огурцы, а это должно было достаться мне. Ну как так-то? Веселый мармелад. Я очень хотел его попробовать, но как говорится... А он там один, да? Съедобные игрушки. Лакомство для кошек с кошачьей мятой. Рекомендуемое по кормлению в день 1-2 штуки. А, это на мармеладе? Посмотри, это вот так вот просто. Это какой-то на гандон похоже. Бля. Что, это вам понравится? Ой, ебалак. Ой, старый баф, и пахнет. Так, ладно, ну давайте попробуем. Если не вдаваться запах, не нюхьте это. Это вкусно. Бля, это реально вкусно. Я говорю. Ну на вкус это бы получше, да. То есть тут ничего-то такого отвратительного нету. Ну ладно, но я на всякий случай все доедать не буду. Это пока, наверное, наискуснейшее, такой безобидный, скажем так. Воняет как тварь, а он на вкус, а я весьма неплохо. Это как с этим мамбер, который вот спермачинок какой-то воняет, но на вкус нормально вроде. Ооо, вот это перекат был. Цифра 13. Самое счастливое число и задание. Бля, тупо жри собачий корм. Короче, без задания я просто иду и ем цифру 13. Ооо, педигри. Мы все вместе делаем ставки, что это самое залупное из всего, что тут есть. Потому что все вот это почти. Довольно дорогая херня, а вот это вот сколько, 13 рублей стоит. Миссель, педигри, педигри, петр, гри, состав мяса, продукты, короче, как обычная всякая херня и желатин. Ребят, на всякий случай, если кто собаку кормит педигри, лучше не кормить. Да, лучше не кормить этим никого. Не смотрите на то, что это самая распиаренная тема, лучше не кормите этим. Может, батончик тебе? Хороший батончик. Нет, не хочешь? Бля, с вами печенью пахнет. Ну, это как мясо много, но ладно. Может, это будет вкусно? Может, сейчас такой... Почему я раньше, когда не пробовал педигри? Ну, из-за глупой, да? Фу, нет, это даже воняет, мерзко. Я не знаю, хуже их пока ничего не едет здесь. Я не знаю, как описать этот вкус. Это просто мерзко, я никому спробую, не советую этому. Она пресная, но при этом мерзкая. И самое мерзкое в ней это запах, прям. Ну, соевое мясо с кусочками всякой хуйни, вот все, что осталось на производстве, все допустили. Типа собака хуй изъест. Попытку изъест. Я даже это собакам на улице не отдам, я это просто выкину. Потому что, ну, это хуй еда. Я им отдам остальное. В принципе, самое отвратительное педигри вы было. Можно особо вроде ничего дальше не бояться. Ничего. Или там что-то еще будет мерзкое такое? Да там все мерзкое, кроме шоколада с печеньем, остальное, они все херня. Так, это у нас что? Я очень надеюсь на это задание. Номбер 14. Выпить 0,5 кумыса за 20 секунд. Да, наконец-то! Если, я видел, короче, таким методикам, только так с алкоголем делать, короче, заморачивать воронку и вытру в себя. Короче. Но я боюсь облиться. У нас есть кумыс, но у него какая-то паленая дата. Он, возможно, просроченный. Потому что, если вот от этой даты он просрочился, а вот эта дата до, она еще годная. То есть, тут две даты стоит, и я не знаю, какая из них правильная. На всякий случай есть газированный танк. Можешь выбрать этот, за кто не газированный, его легче выпить. Ну, я этот открыл. Точно он не испорченный? А он, ты говоришь, не газированный должен быть? Он не газированный. Понюхай. Он, конечно, и свежий пахнет, так сказать. Бля, ну пахнет, ну я не знаю, я со свежим к ней особо лажу. Бля, слушай, он вытекает. Он просто сам вытекает и вытекает. Бля, да ему пизда. И вытекает. А там где... Бля, не, он уже кисло... Он очень кисломолочный стал. Это уже... Там все. Это уже ряженка. Смотрите, это лава. Это типа извержение кого это? Закрываю, это уже ряженка, а не кумыс. Чуть без жоп не остался, а. Если я сейчас выпью тан, а на том номере... Саня, кумысом зайдем весь офис, давай, перейдите. А на том номере окажется шоколадное печенье. Это будет... А какая у тебя цифра? 14? Помню, 14. Я не помню. Бля, если я это не выпиваю, то все просто зазря получается. Посмотрим, насколько ты опоздаешь. Так, ну что, давайте. Лучше выдохнуть, да, наверное? Не знаю. Вот ты переживал. 14 секунд. Короче, 15 секунд, грубо говоря. Понимаешь? Был бы пивко. Был бы 5 секунд. Был бы получше. Показывайте, чего я лишился, чего я лишился, чего приобрел ты. Ооо, это ты правильно выпил. Мясные палочки. Он выпил, чем вот тут. Ну, слушай, скорее всего, что-то опять невкусное. Это очень вонючая хрень. А так вонючая. Нет, стик. Я согласен, вот маленький кусочек. Так же, ради, вот такой, знаешь, на один вкус. Это очень жесткая хрень. Я попробую ее прожевать. Я не уверен, что вообще смогу ее разжевать, потому что она очень такая. Она жесткая? Она очень жесткая. Знаешь, чем это пахнет? Какой-то вот затухлость, какой-то вот плесень. Спасибо, бля, приятный аппетит. Прямо аппетит, трава сгулялась. Держи свою колбаску. Я, в принципе, наверное, рад, что я даже этот тан выпил. Мя, она такая жесткая. Выглядит, как хует она. Вкус, наверное, еще. Она очень сухая. В общем, бля, концентрация колбасы. Печенки там хотя бы нету? Или есть? Там печенка. Везде засунули. Прямо выпил. Короче, это можно есть. Но это если... Блядь, у них все на один вкус, собаки. Они вот были тоже я в разных упаковках. Прямо с голодухи. Я теперь понимаю смысл, блядь, они все одинаковые. Ну, это обман нас, типа хозяев, понимаешь? Они как бы все одинаковые, да. Но они просто разные формы, разные упаковки, соответственно, разные типы ценники. Вот они наши. Мне кажется, что у меня неделю еще водяй будет изо рта этой хуйней. Блядь. Я очень надеюсь, что там сейф. Это Г-сырок в соевом соусе. Я забыл, что здесь кончится соевый соус, поэтому здесь просто солью посолим. И цифра 17. Не, ну, пап, ну, что это такое? Ну, куда? Не так до хуя соли. Я гречку меньше добавляю. Блядь, порталый сырок нормальный. Хочешь? Нет. Зря. Ну, слушай, это не против. Я просто не хочу калорий звать на него. Нормально, что я не доедаю? А нормально, что я, блядь, целую бутылку выпил за 40 секунд. Нормально? Мне кажется, не нормально. Ну, что, сейчас посмотрим, что с вами будет есть. Так, номер 17, да? Да. Твой номер? Да. Блядь, 17. Я-то думал... Так, ладно, что это? Паштет. Бля, кошачья. Бля, кошачья. С лососем. С лососем, мама миа. Итак. Сейчас братишки сделают охуенно гурмэ. Влажная начинка внутри. Ой, состав настолько мелкий, что хер ты его прочитаешь. Мясо и рыба, из которых лосось минимум 4%. С лососем написали, 4%, ну, это минимум. Пахнет, опять, как паштет какой-то, знаете, такой вот, как бы, где там у тебя? Блядь, ну, чё это нахуй такое, блядь, блядь, блюда? Блядь, не переворачивай теперь. Хе-хе-хе, ты сонно отковыряй. Такие смутные сомнения. Знаешь, что там перепадами сначала невкусно, потом я почувствовал, этого 4% в лососе стало получше. Я говорю, он пахнет так же, как колбаса собачья. Но эта штука стоит дороже человеческих паштетов некоторых. Братишку охуенно накормил, пойдем дальше. Ой, как быстро. 10. Отжаться 30 раза 30 секунд. Блядь, да я нахуй, я нажрался. Ну, я, конечно, постараюсь. Блядь, ну и там не буду. Всё, готов? Как кощешь, я засекаю. Давай. 30 за 22 с половиной секунды. Около, около спорта. Так, чего же я не буду есть? Какие-то консервы, видишь, я поел консервы, ты поел. Бай, 98% мяса. Наверное, никто не отменял. Проверены людьми, сейчас мы проверим. Четвероногий гурман. Весьма, кстати, дорогая штуковина, потому что с кониной и для собак вообще все хорошо. Написано, что настоящее мясо в банке супер премиум, а не прям. Состав, конина, на первом месте конина, серьезно, первый раз сейчас конину попробую. Вода, желирующая добавка и соль. Всё. Пахнет так. Да как все консервы собачьи, не знаю. Нет, кстати, ну, мясо кровь какое-то чувствуется. Уже они просто... Бедный конь. Когда там вчера, возможно, ещё бегал. Слушай, а вот сейчас пахнет прям как тушенкой. Бля, реально мясо. Всё. Оно пресное, очень несоленое, но это реально мясо прям. Оттуда желе выпинуть. Слушай, его посолите, можно прям на бутере доесть. Дайте мне это. Оно прям залетит, я тебе говорю. Прям мясо. Ну да. Мясо, но вот без соли, то есть вообще. Слушай, вот это самая вкусная собачья вот эта вот еда. Собаки шарят. Конина, вот я бы попробовал коня. Вайм. На кону цифра 15. Есть острую карамель. Может, что-то я не попал мне в пизду. Я не буду даже это трогать, я пойду есть то, что там находится. Это карамель с Каролиной Риппер. Я надеялся, что у тебя она попадётся, и я такой, ой, острая карамелька, хочешь попробовать? Я это не буду есть. Ты от огурцов слился, а я с карамельки сольюсь лучше. 15. О, опять консервы. Так не просто консервы, это тунец с папайей. Ненавижу, блядь, рыбу ещё из папайи. Тунец с папайей. Пахнет сладко. Там какие-то реально овощи. Ну, папайя. Слушай, выглядит аппетитно весьма. Посмотри, как это выглядит, а. Блядь, это всё не солёное, конечно. Слушай, посолите, это просто консерва рыбная. Ну да, это попробуем. Да, весьма неплохо. Пахнет прям тунецом. Ну да, это вкусно. Ну, нет, неплохо. Вот это вкусно. Коты одобряем. Коты на заметку берём. Вот это берём. Вот это вкусно. Всё, если есть бог собачьих печенек, то он сейчас должен быть со мной. Прямо в центр. Я... Так, номер 11. Однёрочки. Давайте сильнее у Джеки Чана. О, Джеки Чан для школьника. Это я могу. Это я уже делал. Можно даже показывать, не надо. Может, монтажёр это вставит. Нет, Джеки Чан для школьников это с колен встать. То есть ты сидишь на коленках, тебе надо встать. Ну, прыжком. Типа, мамка входит и такой, опа, я Minecraft не играл. Ну, почти. Пля, если я сейчас очку себе порву, кто-то штуать-то будет? Контент будет тогда. Во. Вот это уже похоже. Всё, посмотрим, что там. Один. О, банановый чипсы с курицей, Лася. Не уверен, что эта штука жуётся, но мы попробуем. банановые чипсы с курицей и как бы сказал это и собак райское наслаждение почти как баунти только с бананом потому что в составе куриное мясо 60 процентов и 40 процентов просто обожать бананы и мясо там реально чипс из банана и какое-то вяленое мясо это вполне человеческая закуска похоже не соленая да это вяленая курица сушеный банан живет слабоват но можно переживать слушать вкусно а можно у собаки отобрать нет вкус не слушайте это печенка да не печенка это печенка да нет там печенок обрадоваться неимоверно банан обожает если там собачьи печенье то ты попадешь собачий ад цифра 7 присесть 50 раз за 50 секунд везде какой спорт идет готов но это тебя надо спрашивать я всегда готов погнали а лестницу будет потом снимать самое но ты со что-то не не сбил самым 17 вот опять 50 за 42 секунды блять приседать что-то дольше чем отжиматься мне там шоколадка на семерке я помню там самая вкусная шоколадка я отказываюсь и да за вкусняшки пизда вам вкусовые сосочки видишь это же печенье нет это шоколад с печеньем печенье вот я вот об этом печенье те и говорил печенье в молочном шоколаде надо было отказываться и содержит сахар и какао вкусно хрустный полезно звучит как двойная победа мало того что я не приседал так я еще и повакомлюсь шлепок майонезный печенье в молочном шоколаде самое интересное что здесь написано это печенье в лучшем шоколаде для собак не содержит сахар и как то есть его они не сахар и вопрос никакого от шоколада что франция состав шоколад замените масло какао состав печенье муга ну короче печенье обычная вот какого я сам я сам распакую я сам понюхаю я сам попробую это все дальше дело за мной они прям по формочку смотрите как симпатично к пахнет каким таким черным кофе пахнет что-то таким вот пахнет очень вкусно право право пахнет какого большинство шоколад но хрустит печенье морков нет сам шоколад хрустит короче это же самый бананский ну да галет и очень бичокская плитка выбирать между педигре не вот этим выбор просто очевиден сладость чая не хотел понятно нет вкусно реально прям вообще ну конечно это не сравнится с настоящим хорошим печеньем и шоколадом но она это хороший нормальный шоколад с печеньем номер 4 съесть картошку картошка фри ну вот угадай ну не сырая же конечно нет будешь есть картошку ты мне покажи сначала ну так ты либо соглашаешься либо нет сразу и там ебалу какую-то наверное сделал я уверен так что я не буду это есть бля давайте картошку несите картошку несите картошку слушай тем не менее это и швеция может а в швеции котов нормально кормят там же рыба там же как бы море морепродукты может вообще сейчас деликатес какие-то будет короче почти икея я считаю борзита в борзых котов из швеции мясо и мясные продукты 42 процента селёдка 8 процентов слушай здесь из рыбы только селёдка короче 8 процентов селёдки и мясо типа где рыба то пахнет как стандартная кошачья невкусная еда а кто тогда есть картошка это был сейф ну потом я с чаем и заебошил пахнет опять печенкой почему все печенкой пахнут животные вы нахер печенку едите у нас осталось два стакана под одной цифрой находится шоколад под второй находится какая-то херня что у нас сейчас решается кто что будет есть сейчас мы выясним кто что будет жрать и будет жрать вообще это номер два раз и саня кушает какую-то ну давайте смотреть давайте смотреть это же это же собачий шоколад это не сырный кошачий я заберу сразу цифру 16 собачьим шоколадом напоследок курица и сыр написано это супер премиум к фут хьюман грейт и даже для людей мясо подойдет а ну тогда тогда никаких вопросов оболью с чем-то нет короче сыр и есть где сыр да и вот это вот желтая какая-то и диди есть наверное отголоски от сыра опять печенкой воняет ну нет кстати на курицу похоже я будешь просто купил курицы на эти бабки еще сыром я там особо не чувствую мне кстати если посолить опять же то это будет неплохо хочешь нет не хочу пасть не смысл смотреть 16 так тупо твой друг жрет собачий корм это должен был быть тупо мой друг брат братан братишка все и мы с тобой подружимся как никогда ты будешь тупо а какой собачий корм ну вот этот вот этот же нет фигала от собачий с морковью белый полезный лакомство для собак опять без шахара и без какао ну как-то я люблю играть майнкрафт и белый шоколад а если хотите посмотреть как я играю в майнкрафт и ем белый шоколад то подписывайся на мой игровой канал ссылочка в описании там не только майнкрафт не только белый шоколад еще мы там едим людей за акулу вот там очень классная серия сейчас вот финальчик вышел и делся еще кажется вышел вот так что подписывайся на самый классный игровой канал ты понял да вот а сейчас мы будем есть белый шоколад змеи или масло какого-то сухая молочная сыворотка морковь сушеная пивные дрожжи пахнет не так нет пахнет какой-то вот собачьей добавкой с печеньем хрустить это без безвкусная просто масса но это редкостная это интересно мы теперь там не будем быть но вот там допустим мяукать по ночам сайтами мать ноги в зависимости того кто что больше сил кошачьей собачьей ах накушались вдоволь все ребятки принимаем ваше поздравление мы съели всю кошачью собачью еду придется остальное отдать котам и собакам подписывайся на этот канал подписывайся на канал александра вот как бы еле стараюсь для вас классный контент делали снимали лайки с вас собираем собираем пройдите пожалуйста сап шапочки соберите с них лайки разгружай под видео лайки пиши комментарии детюрикам и друзьями и выберите вкусняшку как говорится посидите на выходных покушать что-нибудь вот рекомендуем очень вот шоколадку можете сейчас попить а будет и следующая часть зависит только от вас собираем лайки ставим ставим лайки пишем комментарии нажимаем колокольчик есть еще много собачьей кошачьей еды можете писать свои идеи еще посажать вот я дальше там напишу там что-нибудь по 5 феликс типа это те же там кошачья еда это все одинаково там еще очень много там еще на пару серий есть вот эти вот я бы попробовал нам не особо возможно корм типа знаешь там от тех для попугаев там всякие семечки и вот это будет мне кажется классно ставим лайки для семечек а на этом вам всем пока пока